МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он занимал не такие государственные посты, которые позволяли ему иметь доступ к секретной информации. Уголовное дело засекречено, политологи и журналисты строят догадки. Награда для Елбасы. Нурсултан Назарбаев удостоен Высшего ордена Тюркского мира. Знак отличия первому президенту Казахстана вручили в Баку. Там сейчас проходит седьмой саммит Тюркского совета. Совместным решением президентов стран-членов Тюркского совета Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя Тюркского совета. Его вклад в развитие отношений в Тюркском мире и создание Тюркского совета сложно переоценить. Я хочу выразить благодарность президенту Раджепу Эрдогану за его предложение присвоить мне статус почетного председателя Тюркского совета. Я признателен всем главам делегаций за поддержку этой инициативы. Этот высокий статус позволяет мне и впредь активно участвовать в работе нашей общей организации. Перенимая пост, председатель организации Ильхам Алиев пообещал содействовать укреплению сотрудничества между народами, а Раджепу Эрдоган пожелал совету получить статус наблюдателя в Генассамблее ООН и Организации исламского сотрудничества. Совет сотрудничества тюркоязычных государств в этом году отмечает свой первый юбилей. Организация была создана ровно 10 лет назад. Тогда в нее входили всего 4 страны – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. На этом саммите в качестве полноправного члена впервые присутствует Узбекистан. Известного китаеведа Константина Сераешкина приговорили к 10 годам тюрьмы за госизмену. Политолога задержали спецслужбы в феврале этого года. Уголовное преследование вызвало широкий общественный резонанс. Ученые и коллеги Сераешкина даже выступили с обращением к президенту. Обстоятельства уголовного дела до сих пор засекречены. Но нашим корреспондентам удалось узнать некоторые детали. Адиль Онербаев продолжит. Об аресте известного ученого Сераешкина стало известно в мае этого года. Тогда информацию подтвердили в КНБ. Правда, подробности уголовного дела не раскрываются до сих пор. Сегодня с официальным заявлением о приговоре Сераешкину выступил городской суд Алматы. Однако позиция секретности все еще сохраняется. Из короткого сообщения ясно, что политолога осудили на 10 лет и лишили гражданства Казахстана. Приговор еще не вступил в законную силу. Сам Константин Сераешкин находится под стражей. Отбывать свое наказание осужденный будет в уголовной исполнительной системе максимальной безопасности. После отбывания основного наказания в соответствии со статьей 51 уголовного кодекса Константин Сераешкин будет принудительно выдворен за пределы республики Казахстан. Из биографии Сераешкина в открытых источниках ясно, что политолог имеет внушительный арсенал академических познаний. Образование разведчика в школе КГБ Советского Союза. Степень доктора политических наук. В последнее время ученый работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте. Открытым остается вопрос, в пользу какого государства Сераешкин совершил госизмену. А также в какую страну он отправится после выдворения из Казахстана. В интервью газете «Время» правозащитник Евгений Жовти сообщил, что у Сераешкина гражданство России. Другие эксперты считают, что секреты Казахстана возможно передавали в Китай, так как именно с этой страной связана научная деятельность осужденного. В одном из интервью политолог почти с одинаковым градусом теплоты отзывался об обеих странах. Спасибо Америке, Россия с Китаем стали ближе. Понятно, что нужно как бы выступать единым фронтом, но Россия и Китай и так выступают единым фронтом. Понятно, что нужно менять существующую финансовую систему. Что нужно делать, понятно. Другой вопрос, насколько возможно. Это сложнее. Выступившие в защиту Сераешкина политологи уверены в одном. Должности осужденного не позволяли ему владеть важной информацией и госсекретами. Он занимал не такие государственные посты, которые позволяли ему иметь доступ к секретной информации. Обычно это епархия, это компетенция исключительно спецслужб, либо первых руководителей государственных ведомств, и то не всех. То есть это очень жесткий доступ. Насколько я понимаю, в бытность советникам, либо в бытность научным сотрудникам Казахстанского института стратегических исследований, эти сотрудники такого доступа вряд ли имели. Отметим, что все это лишь предположения отдельных экспертов. Официальные источники подробности госизмены, совершенной Константином Сыроешкиным, пока не раскрывают. Общественники требуют привлечь к ответственности заместителя председателя мажориса парламента Владимира Башко. Активисты созвали пресс-конференцию, и посредством журналистов обратились к президенту Казахстана и Ельбасе с просьбой приостановить его депутатские полномочия. Причиной стало скандальное высказывание Башко о том, что за социальную помощь граждане должны встать на колени и поблагодарить государство. Аэждивенцев нужно ставить в стойло. Ардак Камал расскажет подробнее. Приостановить депутатские полномочия Владимира Башко и провести служебное расследование просят представители сразу нескольких общественных объединений Казахстана. Это Координационный совет русских, казачьих и славянских организаций, Русская община и движение славяно-туркского единства. Активисты направили письмо президенту страны, лидеру нации, в мажорист парламента, КНБ и председателю Верховного суда. Сравнить человека со скотиной, это как минимум оскорбление поставить в стойло. Что сделали эти мамочки? Я как многодетный отец их поддерживаю. Мамочки и должны против за своих детей. Плохо, если мамочки не просят и бросают своих детей. Встать на колени. Извините, рабство на территории Казахстана Казахстана официально закончилась в 1861 году. Скандальную реплику депутат обронил после расширенного заседания Ассамблеи народа Казахстана, кстати, от которой его выдвинули в мажорист. Владимир Башко отметил, что в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает, дайте ему все, должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека, сказал Владимир Башко. Высказывание вызвало возмущение у общественников и у некоторых граждан. Многодетные матери сразу же потребовали извинений и лишения Башко полномочий. По словам Башко, многодетные матери – это скот. За что мы должны благодарить власти? Что они сделали, скажите? Президент им сказал – выходите к народу, ведите диалог. Где чиновники? Никто к нам не вышел. Тогда заместитель председателя мажориста парламента извиняться не стал, но на критику ответил. Я никого не хотел обидеть. Я против иждивенчества, поэтому так и сказал. А отбудьте извиняться. Спасибо. Наша съемочная группа весь день пыталась записать интервью с Владимиром Башко. Журналисты ждали у его кабинета, но депутат был на совещании. Дозвониться до его помощника не получилось. После обеда мы провели у кабинета Башко несколько часов. Нам сообщили, что он освободится к 18.00. Но в это время нас попросили покинуть помещение, так как рабочий день уже закончен. По обращению общественников высказался коллега Башко. Есть подводные течения, которые вообще не связаны с фигурой вице-спикера. Общественники планируют месяц ждать ответ на сегодняшнее обращение. После этого они хотят обратиться в прокуратуру, чтобы органы проверили имущество семьи Башко. В частности, компанию «Курочка-ряба», где одним из учредителей значится Максим, сын Владимира Башко. Игровые автоматы с заведомо проигрышным результатом нашли прокуроры в столичных магазинах и кафе. Виновных уже наказали, однако любителей азарта меньше не становится. Из-за своих пристрастий казахстанцы теряют квартиры, автомобили и даже семьи. Чем опасна зависимость и как это лечится, выяснял Мадияр Тельманов. Адиль в прошлом игроман. Его зависимостью были ставки, которые он начал делать еще в 21 год. Признается, что прибыль не получал, а деньги нужны были постоянно. Залез в долги. Мужчина потерял друзей и работу. Сегодня ему 30 лет, и он не показывает своего лица. Говорит, что азартное увлечение со временем стало уже болезнью. Я видел различные ситуации, когда люди идут на безумные поступки ради игры, ради денег. Когда они там очень жестоко обманывают своих близких. Когда, я извиняюсь за выражение, когда они кидают людей. Когда они идут на кражи. Я знаю ребят, которые когда-то играли, совершили там суицидальные поступки. Спустя 8 лет Адиль решил завязать с азартным увлечением. Говорит, теперь помогает таким же зависимым. Основные методы – психотерапия. По словам специалистов, причин игромании несколько. Это и депрессия, и поиск новых впечатлений. Также в зоне риска люди с низкой самооценкой. Среди игроманов где-то около 40% людей, которые только что развелись. В основном мужчины подвергаются. И в основном это случается тогда, когда человек впадает в депрессивное состояние, когда испытывает одиночество или когда испытывает какую-то неуверенность в себе. Игра в автомат и увлечение, которое стоило Алексею квартиры, машины и даже семьи. Мы у меня были долги, меня искали, ну так сказать, не знаю, бандиты, искали с милицией, были на меня заявления за мошенничество. И все это были деньги, отнесенные именно вот эти игровые автоматы. У меня были попытки закончить жизнь самоубийством, так как я не находил оправдания своим поступком абсолютно никак. Тем не менее, любителей поиграть с азартом меньше не становится. Широкая интернет-реклама, большое количество самих заведений. От обмана никто не застрахован. Только в столице прокуроры нашли 11 игровых автоматов с заведомо проигрышным результатом. Данные факты были зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по двум фактам. И по результатам рассмотрения судом по решению суда виновные лица осуждены. То есть три лица по двум уголовным делам. Заложниками обмана становятся и любители ставок. К примеру, в интернете продают так называемые договорные матчи. Мошенники говорят, что знают победителя заранее, но по факту такой информации никто не владеет. В результате игроманы платят вдвойне. Сначала за услуги каперов, а потом и за пролетную ставку. На руках имеется договорный матч на сегодня. Новичка можно взять 50% до матча и 50% после. Читайте стену. В качестве своих услуг мы предлагаем футбольную аналитику от профессиональных каперов. Договорные матчи предоставим любые гарантии. Мы работаем в сфере продажи информации о проходящих договорных матчах уже несколько лет. Закон никому не запрещает играть. Однако полицейские говорят, что игроманы нередко замешаны в преступлениях. Кражи, грабежи, хулиганства. С начала года только в столице зафиксировано около 100 правонарушений. Продолжение следует...